Добрый день всем, кто смотрит нас. Мы решили чуть-чуть пораньше выйти в эфир и записать этот разговор заранее. Поэтому, если вы смотрите нас, вы увидите запись. Тем не менее, я рад всех приветствовать. Большое спасибо Артему, Ирине, Максиму, за то, что подключились к этому разговору. И перед тем, как мы начнем, я хочу сделать маленькое объявление. И призвать всех, кто нас смотрит, поддержать в это непростое время издательство и книжные магазины, которым сейчас приходится не сладко. Я надеюсь, что в скором времени издательство снова начнет печатать книжки, магазины откроются, и мы все сможем туда прийти. И давайте начнем. Мы собрались здесь сегодня, чтобы поговорить не только о книге Майка Робертса, которая называется «Как художники придумали поп-музыку», а поп-музыка стала искусством. Вот, собственно, эта книга чуть-чуть отсвечивает меня. Разговор будет шире, но начнем мы именно с книги, и я думаю, что для тех, кто книгу еще не читал, мне стоит немножко рассказать о ней, а потом я представлю участников беседы, и мы начнем. Итак, книга Майка Робертса тут, к счастью, все вынесено в названии. Как художники придумали поп-музыку, Майк Робертс, человек с художественным музыкальным образованием, обращает внимание на то, что многие из революционеров поп-музыки и важных фигур поп-музыки последних 60 лет вышли из арт-колледжей. Это люди, которым было немножко тесно в системе музыкального образования, они не собирались становиться оркестровыми музыкантами, и они пошли в арт-колледжи, как среду более открытую и творчески свободную. Эту ниточку Робертс протягивает от конца 50-х годов, даже второй половины 50-х годов до современности. И если не все, то действительно многие важные для современной поп-музыки фигуры так или иначе с художественной средой оказались связаны. Ну, в качестве примера, наверное, стоит привести Дэвида Буэй, человека, который, подчеркну, у Лидси Кэмпа и Мерса Каннингема никак не меньше, чем у Лидла Ричарда. Человек, у которого было недостаточно просто играть музыку и записывать ее. Человек, который придумал на каждом этапе своего творческого пути образ, идею и считал, что нужно ей немножко пожить, пожить в одном образе. Это, наверное, самый яркий пример, но не единственный. И мне кажется, если обмотать историю, в биографии многих знаменитых музыкантов этот ген арт-колледжей прослеживается. И в свою очередь, да, вторая часть названия, как поп-музыка стала искусством, потихонечку впитывая идеи, понесенные из художественных училищ, поп-музыка насыщалась ими и превратилась, если не в равную, я лучше переформулирую, да, поп-музыку художники стали воспринимать поп-музыку, если не как равную дисциплину уважаемую, то, по крайней мере, как художественный феномен, который требует осмысления, который интересен разбирать на запчасти, деконструировать. Как, чтобы поп-музыка может создавать новую символику, и с этой символикой интересно играть. Поэтому давайте начнем вот с чего. Насколько Робертс прав, как вам кажется, когда он говорит, что современную поп-музыку, о какой мы ее знаем, создали художники? Артем, я думаю, начнем с тебя, как с человека, который немножко приложил руку к русскому переводу книги. Да, я очень рад, что мне удалось перевести главу о своей любимой группе, в том числе о своей любимой группе, свой сайт, и об и гиппопе. И мне кажется, что в целом теория Робертса довольно стройная и подкрепляется слишком многими примерами, чтобы не говорить о том, что эта теория ничем не доказана, что в ней нет никакого рационального зерна. Мне кажется, что да, так и есть. Арт-мир и мир музыки довольно долго пересекались друг с другом, точно так же, как пересекались друг с другом мир и кино, и искусство, кино и музыки, и так далее. И в данном случае, да, взят за пересечение именно музыки и искусства. Мне кажется, что, возможно, даже Робертс в чем-то, может быть, не дожал это пересечение, потому что в 60-м и 70-м посвящена большая часть книги, в то время как, мне кажется, сейчас происходит не меньшее сочетание этих норов искусства и музыки. Поэтому, возможно, книга могла бы быть еще чуть больше. Ну, это, на мой взгляд. Я понял. Ну да, может быть, выйдет продолжение, часто бывает с такими книгами. Максим, как вам кажется, насколько взвешены аргументы Робертса, когда он говорит о том, что современный музыка многим обязана арт-колледжем? Да, конечно, он, безусловно, прав. Я с большим интересом прочел эту книгу. То есть мне, так скажем, мягко говоря, ничего нового я из нее не узнал о музыке, но поскольку как бы в искусстве я разбираюсь значительно хуже, впрочем, я и в музыке плохо разбираюсь, но не в этом дело. Но вот именно какие-то вещи, связанные с... скорее с искусствоведческими понятиями, да, это довольно любопытно. Что касается как бы связей музыки и современного искусства, ну, это, понимаете, это же такое, в принципе, вечное перетягивание каната, поскольку очень часто же мы определяем, условно назовем его рок-н-роллом или поп-музыкой, скорее апофатически, то есть чем он не является или чем он должен являться. То есть как бы... Потому что, с одной стороны, это как бы такие же связи как бы у рок-н-ролла есть с театром, там как бы с кино, с поэзией, то, что особенно как бы касается русского извода всех этих дел, да, то есть что первичное, там, текст или музыка, там, и так далее, и так далее. И, наконец, протест. Является ли и должен ли быть рок-н-ролл прямым действием, или как бы нет. И все-все это, конечно, так или иначе завязано на современном искусстве, и там масса всяких занятых примеров. Но вот как только что Артем сказал, да, действительно, на мой вкус, она, с одной стороны, вот я потом еще, скажу, грешит таким немножко искусствоведческим подходом, а с другой, да, это все-таки немножко блуждание в трех собственных, но как бы все это более-менее известно и понятно. Как бы, да, ну, как бы, ну, вот, одно и то же все это по гегерской спирали, да. Фэктори, как бы, Ворхол, Лурид и так далее, и так далее, и так далее, хотя масса примеров, которые происходят и по сей день. Вот я, например, снял с полки довольно приятный, прошлогодний как раз была тройная пластинка про Кита Херринга и всяких людей, которые так или иначе, ну, и вокруг всей этой, как бы, нью-йоркской тусовки обитали, обитали и играли. Вот. И мы еще, вот, я еще хотел сказать, что тут же это такая история в основном про, во многом еще про язык и про такую, как бы, самую идентификацию, потому что такие родовидовые капризы, потому что, ну, каждый, условно говоря, каждый музыкант художник, но не каждый художник музыкант. То есть это все такие вот, как бы, это еще вопрос таких, истории про некие оттенки похвалы, то есть как бы, и про всякие такие синонимические ряды. То есть эта тема огромная, глубокая и очень интересная. Да, спасибо. Ирина, вопрос к вам, как к искусствоведу. Максим говорит, что немножко решит искусствоведение. Книжка как по-вашему? Ну, по мне так, я с большим увлечением эту книжку прочла. Там огромное количество информации, в том числе и для меня, новой, не то чтобы отдельно новой, в том, что касается музыки, в том, что касается искусства, а просто при каких-то пересечениях. Мне там как раз не хватает немножко систематизации, потому что, конечно, каким образом арт-мир и мир музыки взаимодействовал. Биографически это рассказано, да? Мне кажется, что там несколько разных совершенно историй. Одна история – это, собственно, история про арт-колледжи, почему там все прекрасные музыканты, начиная с «Ойлинг Стоунс», выходили из арт-колледжа, потому что в арт-колледжах, видимо, была богема. Это такое сейчас забытое слово немножко. Вот была богемная среда. И одна из этих историй – это история про ту, где существовала богемная среда, из которой могла выйти музыка, которая, соответственно, в силу этой богемности, как некой альтернативной системы социальных, в том числе, ценностей, могла осознать себя как искусство. И в этом смысле, вот этот момент, когда музыканты перестают быть лабухами, становятся художниками, мыслят себя артистами, он очень точно там описан. Но надо сказать, что в этой книжке он не первый раз описывается. Есть совершенно замечательный фильм американского художника-концептуалиста и видеоартиста Дэна Грэма. «Рок Майри Линчен». Это фильм, снятый в 80-е годы. Не фильм, это такой документальный фильм, смонтированный из архивных материалов, где как раз Дэн Грэм исследует этот момент, когда, с какого момента, кто из рок-музыкантов, тогда речь шла о рок-музыке, осмыслил себя как художник. Он начинает с Патти Смит, например, который себя там идентифицирует с Рэмбо, который себя идентифицирует с высокой культурой. Это один сюжет, когда музыканты начинают мыслить себя как артисты и как часть высокой культуры. Вторая история немножко другая. Что может взять музыка из мира современного искусства? Одна история – это стратегии, художественные стратегии, поэтому у нас возникает Болый, как такой невероятный персонаж, мастер художественных стратегий. Естественно, немедленно возникает у Орхола. Они как-то такие очень легко сопоставляющиеся фигуры, тем более легко сопоставляющиеся, что Боя гениально сыграл Энди Орхола, фильм «Гулян и Смагеля» про баскетку. Орхол лучше, чем Орхол. И эта история со стратегиями, художественными стратегиями, имиджерными стратегиями – это одна история. Другая история – это история про процессуальность, с помощью каких процессов можно делать музыку, и с помощью каких процессов можно создавать искусство. Когда у нас в конце 60-х возникает процесс арт тогда, причем возникает он примерно в компании, в которой, например, был Ричард Цера, замечательный скульптор и художник, но он тружился с Филиппом Глассом, и они вместе занимались водопроводными работами, поскольку все были молодые и нищие. И вот эта вся история про процессы, которые заимствуют музыканты современного искусства, а современное искусство заимствует у музыки. И тут у нас есть Джон Кейдж, и тут у нас есть, к сожалению, не очень подробно расписанное в книжке движение «Флюксус», которое было музыкальным в большей степени, чем художественным. Из этого движения у нас появляется Йоко Оно, и там реенатменты перформансов «Флюксуса» делают «Соник Юз». Это две разные истории. Одна история про стратегию, другая история про процессы. И поэтому там в конце возникает такая немножко мною, как мне показалось, опромотанная история про саундарт, который сейчас, конечная, так сказать, точка, которую, как мне показалось, автор мне с ней с такой обидой описывает, вот куда это все ушло. И такой саундарт, грубо говоря, это все-таки некое противостояние доступности всех записей. Это та музыка, которая может существовать только здесь и сейчас. Это такой вот инситу для музыки. И саундарт, это не обязательно инсталляция, это может быть живой концерт, который может существовать только в этом месте. Вот то, что там, не знаю, там группа «Соно» делает, они делают в этом смысле что-то, что не передается в записи. И, кстати, в группу, которая, не знаю про всех участников группы, но я знаю, что, например, один из идеологов и лидеров этой группы, Стивен Умелли, как раз тончайший ценитель искусства и современных. Да. Вот, и у меня много есть чего сказать, я с большим увлечением все это прочла и готова долго обсуждать. Вот, и дальше, опять-таки, как меняют, ну, такая вот система взаимоотношений между современным искусством и поп-музыкой, она, ее всегда хочется описать в таких, знаете, метаболических терминах, кто кем питается. Вот вначале у нас есть художники, которые решают стать музыкантами и питаются искусством. Потом у нас появляется искусство, которое осмысляет уже состоявшуюся как бы рок-культуру или поп-культуру как систему сюжетов, как систему персонали, как систему звезд. И поэтому у нас там тот же Орхол, там рисует портрет Мика Джаггера, тот же Дэн Грэн снимает фильм «Рок мой релижен», и начинается вся эта работа с мифологией музыки. И мне кажется, что сейчас мы наблюдаем какой-то вообще удивительный момент, когда обратно, так сказать, художники становятся той системой звезд, той системой как бы смыслов и мифологии, которую начинают использовать уже поп-музыканты. И когда там Кунт сотрудничает с Леди Гага, это не Кунт осмысляет Леди Гагу и использует Леди Гагу, это Леди Гага использует Кунт. И та же самая там история про Джей-Зи и Марину Абрамовичу, та же самая история про Канье Уэста и Ванессу Битрофт, которая делает его шоу. И это удивительный момент, когда художники на самом деле оказываются в каком-то смысле больше звездами, чем музыканты. Они оказываются некими более законченными сюжетами, которые уже начинают юзать музыкантами. Там еще одна история. И четвертая история, которая мне тоже очень интересна, собственно говоря, почему музыка вызывает, именно поп-музыка вызывает такую почти зависть, почти ревность у нее современного искусства. У музыки есть одно удивительное свойство, которого нет, наверное, которое когда-то было у кино и тоже сейчас немножко уходит. Музыка умеет аккумулировать время. Музыка может выражать дух времени. Довольно сложно говорить, потому что мы живем под музыку, но мы не живем под искусство, и мы не живем под кино. И поскольку там самое интересное, что сейчас происходит с музыкой, о чем все пишут, о чем пишут книги, о чем пишет Саймон Рейнольдс, что все идет на репите, что все идет там либо ретромания, либо хантология, что, в общем, примерно одно и то же, что все искусства работают со временем. Но музыка может быть пирожным, Мадлен, она может катализировать эти воспоминания о времени. Музыку можно любить за то, что она такие 60-е, или такие 80-е, или такие 90-е. Искусство немножко запаздывает в нашем предприятии. Последнее искусство, которое абсолютно 60-е, это поп-арт. Очень сложно назвать картинку какого-нибудь великого искусства, которое можно любить за то, что оно такие 70-е. И в этом смысле, конечно, все начинают, все, кто связан с этим ощущением осмысления времени, остановилось, оно не остановилось, и все начинают работать с музыкой, потому что она просто дает этот невероятный, даже не инструментарий, а какой-то чувственный инструментарий. Но пока что, наверное, все, и она не так очень много говорила, извиниться. Ну да, и при этом Роберт с явным неудовольствием отмечает тот момент современный, который у нас там лет 10, наверное, назад, когда поп-музыка и музыканты в прошлое превратились в музейные объекты, в том числе и как крафтер, который выступает в галерее Тейп, и, в общем, не являются с одной стороны художниками, а с другой стороны сами по себе арт-объектами. И Робертс как-то это немножко подвешивает заметно. Хотя мне кажется, что это только одна часть процесса. И на этом танец школы искусств, который описывает Робертс, не остановился. Какие у вас впечатления о том, что происходит сейчас, если рассматривать поп-музыку и искусство, ну так, как это сделано в книге? Артем, давай к тебе обратимся. Ну, мне кажется, что в целом этот процесс просто продолжается и дальше. Куча музыкантов, которые занимались в арт-школах. Ну, то есть, я не знаю, наверное, университет Гоудсмитс в какой-то степени сложно назвать по-настоящему арт-школой, но там все-таки есть отделения, из которых выросли куча музыкантов. Не знаю, Джеймс Буэйк, куча продюсеров поп-музыки, которые сейчас работают. Они, собственно, вышли все из Гоудсмитс, явно как-то взаимодействовали с арт-средой, очень сильно хотят работать над визуальной составляющей своей музыки. И в целом, мне кажется, что очень многие поп-музыканты сейчас работают не только над, собственно, музыкой. Им важно еще визуальное какое-то сопровождение, как, не знаю, у Бьонса был несколько лет назад альбом «Лемонейд», который был еще в том числе и фильмом. У Фрэнка Оушена был визуальный альбом «Endless», который был посвящен тому, как он в течение недели строил лестницу, а потом он этот, соответственно, перформанс ужал в короткий 50-минутный фильм. И, соответственно, такие пересечения, они есть и сейчас, их полно. Вот мы упоминали Канни Веста, опять же, он вообще очень часто работает с современными художниками. Допустим, Токаси Мураками рисовал ему обложку, Джозеф Кондо рисовал ему пять обложек целых. В целом, ну, мне кажется, тут еще проблема в том, что в какой-то момент просто Канни Вест решил, что главный художник — это не те, кто с ним работает, а это он сам, и это, на мой взгляд, уже стало некоторой проблемой. И тут уже вопрос немного в другом. Насколько этот баланс между музыкой и современным искусством соблюдается? Насколько одно не перевешивает другое в каких-то не очень позитивных последствиях для культуры, для самого артиста, то есть для музыканта или для художника? Ну, то есть это, как мне кажется, это постоянно продолжающийся процесс. Если Робертсу он не очень нравится, то это его мнение. С ним можно, безусловно, не согласиться. Если можно, я просто влезу с двумя маленькими дополнениями. Бейонсе в фильме «Лимонад» — одна из сцен — это реенактмент, мягко говоря, вверху видео — это пилотерист. А Канье Вест, что ему большое спасибо, дал, насколько я помню, недостающую сумму для того, чтобы великий художник Джеймс Тарл завершил свой «Титанический» проект с Крайтером Роддом. Так что в каком-то смысле, в общем, хорошее в этом тоже есть. Да, как раз Тарловым он сейчас на данный момент увлекается и в целом его работами. Так что, ну да. Но все-таки он все еще понимает, что есть и другие художники, кроме него самого, что ему, конечно, действительно спасибо. Да, но при этом, Максим, вы говорили об этом перетягивании каната между художниками и поп-музыкантами. Кто кому больше дал и кто кому больше обязан? Как вам кажется? На протяжении истории эта динамика менялась все время. Знаете, тут, мне кажется, один довольно принципиальный момент, и он достаточно занятный. Потому что для музыканта, который называет себя так или... Ну, который так или иначе входит в сферу каких-то художественных практик и так себя позиционирует, это определенная форма освобождения и эминсипации, если угодно. Потому что... Ведь что сразу автоматически включать в сознание? Когда человек называет свою группу, арт-проект, или вообще любая приставка арт, это что автоматически означает? Это означает, что человек, в принципе, ну, скажем так, не очень умеет играть и петь. И это как бы не... Это выводит его в несколько иную сферу. То есть это такая автоматическая, несколько дефолтная самоидентификация. По принципу, мы занимаемся не своим делом. Такие попытки переложить ответственность. Потому что, ну, я не знаю, смотрите, никто же не называет, там, не знаю, группу Чикаго арт-проекторами, не сравнивает ее с какими-то актами современного или классического искусства, да? Ну, просто потому, что это как бы, ну, суперпрофессиональный музыкант. Ну, как, не знаю, как Фрэнк Синатра, да? А в случае с Вильмит Андеграунд и со всеми, собственно, людьми, которые описаны в книге, которых там я горячо люблю, ну, понятно, да, что это, в общем-то, вполне музыка. То есть речь скорее идет о неких таких аудиовизуальных инсталляциях. И вот этот момент, мне кажется, достаточно принципиальным. Это вот движение, как бы, такое какое-то расширение пространства борьбы, которое, с одной стороны, дает тебе большие преимущества и одновременно освобождает от некоторой ответственности. Это, кстати, хорошо видно на примере, ну, особенно, как бы, советского рока, там, вспомним группу, там, Мухоморы, Среднерусская возвышенность, там, и вообще, ну, частично Аукцион тоже, как бы, если мы, там, вспомним Кирилла Миллер, тоже, это тоже такая, как бы, немножечко такой околохудожественная сфера. Да-да-да, господи, да даже и группа гражданская оборона, даже то, что делали Летов, ну, как бы, гражданская оборона, это условный, там, рок-н-ролли проект, но проект коммунизм, это, в общем, скорее, это концептуальное искусство. Да, можно говорить. Да-да. Если говорить про современные русские рок-группы, у нас, собственно, Шорт Перес, там, лидер их, искусствовед по образованию, что абсолютно не умаляет исключительных музыкальных достоинств этой группы, выгодотечащие, так сказать, от прочего русской музыкальной продукции. Практичный опыт и советский, и новый российский тоже хотел поговорить, потому что, ну, понятно, у Робертса, как у... У Робертса такая англоцентричная оптика в книге. Вот США, вот Британия. Британия дальше в больших степнях, что он сам британец. Чуть-чуть Германии, притом это крафтверк и крауд-рок, такой период тоже, который завизирован англоязычной критикой. Ну, и, в общем-то, все. И практически ничего сверх того, хотя, мне кажется, синонимичные процессы, они шли в очень многих странах, в том числе и в Союзе, и в России продолжают происходить. Что, как вам кажется, будь вы на месте автора, вдруг добавили? Артем? Ну, я вот сейчас подумал, что очевидным образом просто не хватает группы Sparks во всем этом описании. О, да. Потому что, ну, это люди, которые отчетливо работали, во-первых, во многом так же, как многие описанные музыканты в этой книге, во-вторых, они взаимодействовали с миром искусства, иногда напрямую через клипы или как-то еще, но при этом в книге они пропущены. Мне кажется, что, может быть, это какое-то, не знаю, влияние вкуса автора, потому что, допустим, ну, мне кажется, что и группу Queen тоже можно было включить без каких-то вопросов. Допустим, очень много в 70-х Робертс пишет о влиянии 30-х Германии на музыкантов, и, в принципе, ну, Queen тоже их и Метрополис волновал, и многие другие вещи. Мне кажется, что их это тоже абсолютно не минуло страной. То есть, ну, возможно, это делало бы менее гладкой теорию самого Робертса, но, мне кажется, странно было бы обойти эту страну. Если говорить о том, что все строится вокруг Англии и Америки, ну, понятно... Ну, кстати, от Германии еще упомянут DAF после разговора о Феде Гаджете. Мне кажется, не хватает Италии, не хватает, в первую очередь, Франко Беттиатто, который, кроме музыки, вообще человек, который из условно-авангардной музыки пришел к попу, и в то же время он еще и художник сам по себе, в изначальном понимании, не в том, что он большой художник, а он, правда, рисует. И, не знаю, ну, если говорить о Союзе, то, ну, из самого очевидного вспоминаются, конечно, работы Бурьянова и Цоя, соответственно, с их дружбой с Тимуром Новиковым, то, как это между собой все происходило. Вот Максим упоминал аукцион, мне кажется, что, ну, театральные, около театральные вещи, которые делала группа, да, конечно, они вполне себе достойны того, чтобы быть упомянутыми в книге. Понятно, что сейчас есть Short Paris, но в то же время, допустим, в начале десяток была группа «Наркотики», в которой один музыкант был иллюстратором, другой дизайнером, и сейчас один из них успешно, как интурист, продолжает делать музыку. Женя Горбунов, мне кажется, что это просто абсолютно все рационально вытекает из того, что описывал Робертс, все это применимо и на нашей почве. Ну, и не будем забывать абсолютного героя этого книги, не вошедшего туда, безусловно, Сергея Пахомова, который, так сказать, и художник, и музыкант, и вообще человек эпохи Возрождения. Если про какие-то отечественные практики, то, наверное, продолжая, это, наверное, группа «Авиа» и театр «Дерево», которые взаимосвязаны, и «Авиа» как раз тоже с этой работой, с историческим авангардом, то есть они бы туда вписались, если говорить о том, что туда не вошло из любимой мной зарубежной музыки, мне там не хватает, наверное, историей про Свонс, которые себя соотносят с перформансом, например. Я знаю, что Макбаджира любимый художник Крис Бёрден, и для него важно это телесное измерение музыки, телесное измерение искусства, и мне кажется, что там как-то все-таки проболтана история, собственно говоря, про индастриал, потому что вроде все герои упомянуты, но само это, как бы, что это за музыка, как некие звучащие звучащие пространства, звучащие объекты и наследие русла, раз с него там все начинается. Вот этой истории мне не хватает, и тогда, собственно говоря, не повис бы так в воздухе история про саунда. Вот еще интересно, что, коль скоро я уже упомянул, уж использовал этот дурацкий образ про перетягивание каната, еще и некий вот этот соревновательский пафос за как бы общую за приватизацию духа, собственно, непосредственности и дикости. Интересно, что, например, если говорить об СССР, то понятно, что более так называемым рок-н-роллным поведением отличались как раз скорее художники, то есть, грубо говоря, Анатолий Зверев, это несколько больше рок-н-ролл просто по жизни, чем Борис Гремещуков, я не как бы не знаю, ну, просто чисто вот в этом бытийном отношении и вообще мастерские, вот сам феномен мастерских и что в них творилось, это, ну, как бы покруче, чем, скажем, репетиционные точки и так далее, и так далее. Немножко раньше история начинается, потому что, например, там прекрасный американский художник Уолтер де Мари, который начинал, собирался быть музыкантом и даже, насколько я помню, пытался попасть в... В одну из версий он мог бы играть в группе Велит Андеграунд, но это не случилось, и он как раз в 60-е писал, как музыканты приходят на смену художникам, и что все это, так сказать, рок-н-ролльное поведение является всего лишь наследием живописного поведения, что до того, как кто-либо из музыкантов начинал беспредельничать, это прекрасно делал полок, да, поэтому Зверев, видимо, здесь это скорее полок, чем рок-н-ролл. Да, но вот интересно, вот эти, да, вот эти перетекания этих форм лютости одну в другую. Художники летовали до того, как рок-н-ролл появился. Я, кстати, хотел бы сказать, что вопрос, мне кажется, еще не в том, кого не хватает в книге, а в том, что Робертс, очевидно, хочет упомянуть всех, но понимает, что сделать это невозможно. Иногда это приводит к каким-то абсолютно поразительным результатам. Допустим, в главе про постпанк Робертс пишет, что Питер Мерфи приблизился к Арт Миру, записав альбом с участником группы Джипен. Это первое упоминание группы Джипен просто в книге. Про Сильвина речи там вообще не идет, что, ну, просто абсолютное безумие. Точно так же в разрезе вдохновений им упоминается группа Кэн, хотя, казалось бы, абсолютно в духе книги работавшая в целом. Точно так же, не знаю, группа Грейтфол Дэд, а конкретно Джерри Гарси упоминается в эпиграфе, что вся богема ненавидела группу Грейтфол Дэд, поэтому психоделический рок получился каким-то таким. И при этом Робертс делает ставку на психоделические группы, которые не настолько вошли в поп-культуру и так далее, как те же Грейтфол Дэд. И, не знаю, мне было, допустим, обидно за Мундога, которого назвали группой из одного человека. Это художник, это минималист великолепный, это, ну, человек аутсайдера, который, ну, больше одного предложения стоило ему посвятить. Точно так же Роберт Уайетт дважды упоминается в книге, что тоже несколько странно. Понятно, что уместить всех нельзя, но логика иногда мне лично не была ясна у автора. Вообще довольно много энное количество странностей, там просто я даже, например, выписал себе, это не из главы, которую вы, Артем, переводили. То есть я несколько раз прочитал ту фразу, пытаюсь понять, что она означает. Это со стратегией Дэби Харри, которая отмахивалась от гендерных стереотипов и выстраивала провокативно-клишированные сексуализированные образы, чтобы сохранить контроль над собственным образом. Отмахивалась от стереотипов и выстраивала клише, чтобы сохранить контроль над образом. Ну, то есть это вот то, что я говорю, вот это вот, это вот такой искусствоведческий, вот этот малоняс, он здесь немножечко... Я боюсь, проблема переводчика. Переводчика. Ну, я понимаю. Там их еще много. Ну, не будем огрысловывать. Я, кстати, как человек, который переводил одну из глав, хочу сказать, что Робертс действительно пишет просто зубодробительно. И, ну, понятно, что, да, проблема у перевода есть, но его язык изначально таков, что это сложно переводить в принципе. Нет, это прямо видно, что это в оригинале. Я тоже могу сказать, что мне там не хватает. Как не смешно, мне там не хватает более подробного анализа группы Pink Floyd, которая первая стала работать, собственно, с визуальностью. Мне не хватает всей удивительной истории про видеопроекции, в какой момент концерты стали сопровождаться проекциями, и как это дало толчок развитию искусства, потому что с теми же Pink Floyd, там, из Genesis, работал Джеффри Шоу, который у нас пионер интерактивного видео, один вообще из титанов искусства новых медиа, с виньоном это делал. Мне и тоже мне не хватает, так же, как мне не хватает истории про индастриал, мне, в общем, не хватает истории про электронную музыку в каких-либо своих проявлениях, которая тоже была, генерировала видео, генерировала видеомикширование в прямом эфире, вот какие-то тоже огромный пласт художнической культуры, поэтому, опять-таки, вот Брайану Инна, там, как художнику, в том числе, там уделено как-то удивительно мало. Мне кажется, у Робертса есть этот хороший баланс между, он с одной стороны описывает музыкальный радикализм, который на равных правах с маргинальным искусством существовал, в том числе, Ауна Веги, который начинал как раз как художник, и Фронен Грисов, которые выросли из компрессмиссионс проекта, чистого арт-проекта. А с другой стороны показывает, что в какой-то момент музыканты, художники, прошу прощения, поняли, что музыка это такой троянский икон, в котором можно провести самые разные провокационные идеи, которые никогда бы не дошли до людей из галерейного пространства. Ну, по крайней мере, по Морли, создавая, по крайней мере, создавая идею группы Фрэнк и Густофолио, совершенно точно я задумал как-то такой арт-проект и вызов. Как вам кажется, удалось ли Робертсу передать вот эту часть и современности современной поп-музыки осталось ли провокационное начало, по поводу которого Робертс немножечко, мне кажется, рефлексирует в конце, с сожалению, что музыка превратилась в экспонат и двух экспериментов немножко выветрилось из него. Я думаю, кому не передать микрофон сейчас по этому поводу. Я, может, немножко сложно выразился. Давайте я могу спросить вопрос. Давайте, да. Руслан, сказать, ну, просто, мне кажется, что сами эти вопросы, которые ставит Робертс и аналогии, которые он проводит, они, увы, просто сами по себе устарели. То есть, все это соположение, ну, как бы, да, ну, как бы, арт соотносится с поп-музыкой, поп-музыка соотносится с артом. Это какое-то взаимопроникновение, но все равно это все какой-то, по большому счету, прошлый век. Не то, чтобы я какой-то невероятный футурист, я сам человек, безусловно, человек из прошлого века, но именно вот некоторая слабость этой книжки как раз вот именно, мне кажется, в этом, потому что, ну, да, ну, вчера ракета какая-то полетела, да, Канью Вест церковь какую-то пытается основать, мне кажется, что вот какие-то вещи, опять-таки, я совершенно не сторонник как бы новизны и всего как бы, но я при этом понимаю, что невозможно больше, сколько можно бродить в трех соснах между как бы Велит Андеграунд и Брайана Мэйна и и Гиппопом и даже так Коум Трансмиссионс, это все как бы, это все, это уже все понятно, проехали как бы и придумайте, придумайте, что-нибудь новое, это какой-то такой, эта книга посвящена такой, какой-то бесконечному дележу, в том числе на уровне каких-то слов, да, вот, что важнее, ансамбль или ассамбляж, в этом смысле очень хорошая здесь есть амонимия, я не знал, кстати, про существование этой группы лондонской, ну, этого художественного движения под названием Them, которая точно-точно как бы, она амонимична как бы группе с таким же названием 60-х годов, который начинал Ван Моррисон, и вот, собственно, это все как бы такое, ну, ходит песенка по кругу, грубо говоря. Мне кажется, что тут просто вопрос в том, что считать поп-музыкой сейчас. Есть мнение, что поп-музыка это просто музыка, не являющаяся академической, та, которая доступна прямо сейчас по щелчку мыши, поскольку сейчас стриминги развиты так, что по щелчку мыши доступно примерно что угодно, то все поп-музыка, и Бликса Баргет поп-музыка, и Ладигага поп-музыка, и просто какой-нибудь нойз скрижащий это поп-музыка. Про Мерзбо уже мемы делают в сети, поэтому, ну, как бы, все это поп-культура как таковая. Если мерить по этому, то, ну, музыка не стала экспонатом, потому что музыки настолько много, что не всю ее можно измерить подобным образом. В прошлом году Сэймон Рейнольдс написал про концептронику, такое явление в современной электронной, в первую очередь, музыке, когда описание альбома значит ничуть не меньше, чем сам альбом, какие-то к нему идущие сайты, описание, обложка, все это часть альбома, часть не меньше, не менее интересная, чем музыка. И мне кажется, что да, наверное, действительно, в какой-то степени куча альбомов, экспонатов сейчас в современной музыке есть, но я не вижу в этом абсолютно ничего плохого. мне кажется, что наоборот, это делает музыку интереснее, если ты еще читаешь какой-то сопроводительный текст вместе с ней, если он интересно написан, не каким-то вымоченным языком, то чего бы и не почитать, мне кажется, вполне себе хорошая позиция, с которой ты подходишь. Если к альбому сборник стихов вместе выходит, то почему бы и нет? Я так скажу, исходя исключительно из собственного опыта вот этого карантина. Вот за последние два месяца я сижу тут безвылазно в Подмосковье, и вот за эти два месяца моя жена, например, стала рисовать. Она рисует картины натурально, выкладывая в группу шар и крест и натурально их продает, их там покупают. А я по вечерам иногда как бы, ну, автоматное количество вина, пою песни и рассылаю их просто как бы приятен. Так вот, ее картины покупают, а мне все говорят, помолчи. Из чего я заключаю, что как бы, что современное искусство более перспективное занятие. И, кстати, еще второе, что я хотел заметить. Я тут недавно проходил опять-таки полки с компакт-дисками, и что же я вижу? Смотрю, что на альбоме, который я давно, ну, я недавно не доставал эту коробку Вильям Тандеграут, который просто стоял, ну, как, отклеился банан. Из чего я тоже, мне кажется, что это как бы знак того, что как бы вот этого размежевания, как бы, арт-мира и поп-музыки, вот это и есть эта символ. Не знаю, что это значит, но мне кажется, что это значит. Ну, я вернусь, наверное, в более академическое пространство, и мне кажется, что действительно, может быть, самое непонятное в этой, устаревшее в этой книге, это понятие поп-музыки, потому что вся его, вся, так сказать, битва, которая там развела, описанная, это как попасть в пространство мейнстрима. И все стратегии, они тоже связаны с пространством мейнстрима. Как попасть на MTV, как попасть на, поэтому возникают там видеоклипы, как сделать обложку пластинки. И сейчас, как бы, это все перестает работать, где это MTV, где эти обложки пластинок. Сейчас, наверное, какие-то новые арт-стратегии будут связаны с существованием музыки и искусства тоже в интернете, в социальных сетях. И как раз то, что я наблюдаю за время карантина, что, судя по всему, у музыки гораздо, так сказать, больше шансов выжить в этой ситуации, потому что все, что касается всех... Естественно, никто из художников ничего с этим сделать не может, да, а музыканты, вот там, не знаю, играют в концерты в Инстаграме и как-то присутствуют в этом простое, в нашем пространстве гораздо в большей степени, чем представители других видов искусств. Интересно, что появился, по крайней мере, запрос в современном мире, что поп-музыканту в широком смысле недостаточно просто быть музыкантом, он должен быть творцом в самом широком смысле слова. Он должен искать как раз эти стратегии, чтобы пробиться сквозь информационный шум и как-то себя обозначить на пьете стали. Да, какое-то, да, вот это движение в сторону некого, скажем так, повышения интеллектуального развития общего музыкального, она налицо, и, в общем-то, ее можно только приветствовать. Я думаю, а как, кстати, это произошло? По-вашему, в какой момент, какие ключевые моменты поп-музыка стала объектом пристального внимания со стороны художественного мира? Понятно, что это немножко устаревшая сейчас иерархия между высоким искусством и низкой поп-музыкой массой. Но она в какой-то момент все-таки была. С этим, пожалуйста, согласиться. В какой момент поп-музыка вошла в этот лексикон художественного мира? Я не берусь судить о том, для этого есть какие-то разнообразные энциклопедические исследования, но мое просто любимое время это, конечно, Нью-Йорк начала 80-х. То, что, собственно, упомянуто и здесь, в этой книге, это условная песня Супермэн Лори Андерсон и так далее. Вот это взаимопроникновение я больше всего люблю. И как бы то, что Ирина говорила про Майкла Джиру и так далее, мне все это как-то бесконечно близко и интересно. И опять-таки этот винил, которым я тут тресл в начале, как раз вот ровно всем этим моим любимым временам и посвящен. Я не говорю, что это как бы что-то непосредственно основополагающее, но вот эта вот вся тусовка, которая на грани вот такого странного диска как бы Нойза, Индастриала, то есть Артур Рассел и же с ними, мне кажется, это высшей точкой вот такого взаимопроникновения арта и, собственно, такой уличной музыки. Ну, как бы исторически понятно, очевидно, что поп-арт и английский, и американский. А если найти какую-то первую точку историческую, я бы сказала, наверное, что это круг дадаистов, которые очень интересовались вот тогда еще не существовавшей массовой культурой, а низовой культурой, это коллаборация Сати и Пикаби балет «Релаж» с фильмом «Антраптка», музыка, которую пишет Сати, музыка, которая использует, которая, как я вычитала, была крайне дискомфортной для зрителя, потому что Сати переложил в балетную партитуру непристойные шантанные песенки. Люди могли, слушая эту музыку, вспоминали слова, которые были совершенно непроизносимы. Я думаю, что это вот тот самый первый момент исторический. Ну, кстати, хороший вопрос, как теперь в эту карантинную эпоху, не знаем, сколько она пробится, какие новые стратегии могут появиться как у художников, так и у поп-музыкантов и у всех вместе, если же мы говорим, что два лагеря соединились окончательно. Ну, в музыке уже они происходят, то есть поп-музыканты записывают в карантине альбомы, перекидывают друг к другу, дорожки с треками через интернет, все это уже довольно формализованы даже в какой-то счастье. то есть, вот, певица Чарлик Секс выпустила в карантине альбом, другая певица говорит, а я тоже выпустила сейчас в карантине альбом, Билли Элиш говорит, что записала целую песню в карантине, скоро вам покажу. То есть, если говорить в частности о музыке, то, ну, все это уже вполне себе благодаря интернету отлично работает. вот, ну, конечно, о проникновении искусства, мне кажется, сейчас пока речь не идет. Мне кажется, в поп-музыке, именно в ее узком варианте, идет тенденция на какие-то вещи очень там лично, интимные, они просят фанатов нарисовать обложки и так далее. То есть, это наоборот уже куда-то идет в сторону демократичности поп-культуры и с искусством связано в меньшей степени. Ну, это говорить если именно о том, что происходит на карантине сейчас. Ну, мне как раз кажется, что вот это самое предложение написать фанатам что-нибудь нарисовать и станцевать и так далее, оно как раз очень в духе современного искусства. Это там всякие стратегии эстетика взаимоотношений, всякие коллаборации со зрителями, это такой тоже очень присутствующий в современной культуре пласт, который как раз исследовал очень кстати помянутые в книжке замечательный художник Джерри Меделлер. Как раз изучавший как художник, изучавший что такое субкультура фанатства и каким образом фанаты из идеальных потребителей становятся кварцами. Да, пожалуй, тем более с одной стороны есть перформансы, где зрителям предлагают присоединиться и стать участниками, и в виртуальном пространстве просто это все разрастается до масштабов всей сети, по-моему, как это происходит. Подключайтесь, подключайтесь и участвуйте в такой поскольку. Да, в принципе, это можно считать какой-то партиципаторной практикой, конечно, просто практикой участия, если так посмотреть. Ну, тогда, конечно, да, но вступает ли тогда этот разговор именно о стратегиях, которые берутся из мира современного искусства, о каких-то конкретных коллаборациях, по-моему, сейчас мне идет речь. Насколько я на что-то есть, я и не в курсе. Я думаю, да. Ну, ну что, я думаю, что мы прекрасно наговорили целый час уже, если вам есть что-то добавить к этому, прошу вас. Вообще, вот мы так немного прошлись по книге Робертса, я хотел бы отметить хорошее, что в ней есть, мне показалось очень правильным, что Робертс в целом смотрит на все это еще как на классовую историю. Он постоянно говорит о классе происхождения того или иного музыканта или художника. Чаще всего это либо рабочий класс, либо средний класс, ближе к его высокой планке. И, соответственно, этот танец происходит не только между музыкой и искусством, этот танец происходит между рабочим классом и средним классом, они взаимодействуют друг с другом, в какие-то моменты кто-то берет верх и так далее. И, соответственно, тут очень важный момент, что Робертс, хотя делает такую англо-американцентричную картину, он обращает внимание на класс, он делает необходимые пометки в связи с этим. Мне кажется, что это важная оптика, через которую интересно посмотреть на историю поп-музыки в целом. Но... Но он не первый это делает. Ну, конечно, это, безусловно, не первая такая работа, я никоим образом не подразумевал, что это так. Мне кажется немного странным в этом плане, что, допустим, баске и хип-хоп-культуре посвящена одна глава, как будто это такая вот глава про черную культуру, которая необходима, что вот на это мы выделяем одну главу, а в целом время мы обсуждаем снова белых людей. Это такой немного странный как раз был момент, но ладно, хотя бы про класс зашла речь, это уже неплохо. Он просто британец. Классовые вопросы на всех уровнях актуальны, такая сквозная тема, по-моему. британских музыковеров, искусствоверов, вообще историков. Но тем не менее, да, про баски это интересная штука, вот в чем, что еще до того, как хип-хоп был признан каким-то мейнстримом, художники даунтауна обратили внимание на эту среду, может быть, как раз как на некую низовую культуру, обратили внимание на нее раньше, чем МТВ, люди, которые считали, что это какая-то мода, которая пройдет через пару лет, успокоится. И в том числе благодаря их посредничеству хип-хоп как феномен окреп на какой-то ранней стадии. Насколько, как вам кажется, художники в принципе помогли немножко легитимизировать музыку, в том числе и самую радикальную в глазах общественности, заставить присмотреться к тем жанрам и тем музыкантам, которые были совсем маргиналами были, на которых иначе может быть не обратил бы внимания никто. Насколько это вообще взаимовыгодное сотрудничество было, я бы так сказал. Или, давайте вам передам я боюсь, что я не владею информацией, что касается Баски, вот, собственно, фильм «Нью-Йорк даунтаун», в котором он снимался в юности, который его прославил, в каком-то смысле выйдя на экраны, он там как раз классной персонаж в фильме, посвященный клубной сцене, но там, извините, там совсем другая музыка, там не хип-хоп, там вообще такси-дымок, да, совершенно другой музыкальный круг, и его, собственно, это группа Грей, которая очень хороша, она тут уже абсолютно никак не взаимодействует слухов культуры, это такая, по-моему, некоторая натяжка про их глубокую, неразрывную связь. Вот она как раз здесь присутствует, Грей. Ну да, опять же, я возвращаюсь к своему любимому вопросу, кто кому больше дал. Ну, разумеется, художники больше дали, просто потому, что картина дороже стоит, чем песня. Один банан нарисовал на бок, и все, как бы, и люди уже полвека не могут успокоиться. Зато пластинок можно больше продать, да, поэтому... Это да, но как бы... Но первопринт все-таки... Там, скорее, немножко по-другому история, что художник нуждается в том, чтобы в меньшем количестве людей, которые его ценят, он не нуждается в широкой публике, поэтому он нуждается в трех богатых лекционерах, это уже хорошо, да. Поэтому там легче в каком смысле. Да, совершенно другая экономика. Да, совершенно другая. Так же, как кино, музыка, они там, бедные, больше зависят от массового... Ну, естественно, запись невозможно присвоить, сложно представить себе как бы меценаты, которые сажают группу в подвал, они пишут альбомы только для него, и он их периодически где-то там по радио транслирует. Это было бы прекрасно, между тем. Ну, что-то такое с группой Мутант План произошло, который в единственном экземпляре записали альбом, положили в резной ларец, и нашли покупателя, не помню, в конечную стоимость, там, несколько миллионов долларов. С покупателем, правда, не повезло, но оказался Мартин Шкрелли, такой одиозный фармацевтический деятельность, сейчас отбывающий срок, в какой-то нью-йоркской тюрьме. Но, тем не менее, попытка представить альбом как арт-объект, существующий в единичном экземпляре, как высокая искусство. Она точно была, не знаю. Сумма тоже невелика, несколько миллионов, прямо скажем, не Эль Греку. Тем не менее. Да, спасибо большое, друзья, я думаю, что где-то мы поставим паузу. Счастливо. Спасибо всем, ну и, да, до новых встреч. Пока. Простите, что я очень волновался. Продолжение следует... Продолжение следует...